Друзья, в своём стеме мы решили показать вам святая святых. Итак, Тамбовская киностудия получила грант на лучший сценарий в размере 10 тысяч долларов в кабинете главного режиссёра. Значит, смотрите, фильм будет называться «Всё отдам за Ярослава». Значит, Катерине 24 года, но она до сих пор не замужем. Хотя, её более успешные деревенские сверстницы давно уже умерли. Внезапно в деревню приезжает красавец-механизатор Ярослав. У картин крайне неожиданная концовка, а фильм заканчивается салютом. Слушайте, ну это шедевр. Прям можно сразу целых два фильма снимать. Что там два, сразу четыре. Уходите. Подождите, дайте ещё один шанс. Значит, «Вочина греха». Русь середин 14 века в самом разгаре война с болгарами. Князь Артём, миновав Ашхабад, направляет свои войска на Пловдив. Внезапно на его пути становится обоз с латвийскими куртизанками. Фильм основан на поверхностном знании истории и географии. А вы можете свой сценарий перевести на испанский? Ну да. Английский, французский, итальянский. В общем, займитесь, пожалуйста, каким-нибудь другим делом. Ради бога. Леночка, зайдите, пожалуйста. Лена, нужно срочно увеличить грант на лучший сценарий для фильма до 100 тысяч долларов. А, Витя, с компьютером всё нормально, ничего переустанавливать не надо, спасибо. Я по делу. Значит так, «Жека Халк». Фильм про огромный зелёный комок плесени на первом этаже подъезда. Так, Витя, давайте каждый будет заниматься своим делом. Значит, подождите, я всё придумал. «Человек-амфибия». Значит, картина про супергероя, которого сумасшедший учёный собрал из трёх миллиардов пачек золотистой ставритки. Слушайте, ну, с буквами вы угадали. А вот последовательность я бы ещё покрутил немного. Красноярск, Краснодар, Рига. Длившаяся 19 часов изнурительная игра в города приводит главных героев в мир вымышленных населённых пунктов. И они, сами того не ведая, придумывают Хацебулинск и Гжобжу. Честно? Фигня. Я бы вашим сценарием даже муху убивать не стал, чтобы перед смертью и психическую травму не нанести. Здравствуйте. О, здравствуйте. А вы кто? Я сценарист, но у меня не всё так масштабно. О, то, что нужно. Нас как раз сроки поджимают. В общем, я тут титры поднакидал. Займите 2 ксаря до зарплаты. Пошёл вон! Да. Твоя дочь у нас в заложниках. Если хочешь увидеть её живой и невредимой, то вошли скорее миллион долларов на... Придумайте более оригинальный сюжет. Так, подождите. Аппарат абонента временно недоступен. Потому что этим вечером он оказался не в том месте и не в то время. Да что ж ты дебилы-то сегодня весь день ходят? Так, надо отвлечься. И специально для Ольги из Москвы звучит её любимая композиция. Жил был на свете Антон Городецкий. Бросила жена, он грустил. Это весь день сегодня продолжаться будет. Леночка, кофе, пожалуйста, принесите. Лена, нужно увеличивать гонорар. Поднимаем сумму до одного миллиона. Так, а это что такое? Днём она обычная секретарша, а по ночам... Лена, ну вы-то куда? Так, привет. Мой друг в беде. Его жена изменила ему с каким-то садовником. Если хочешь узнать продолжение сценария, пришли один миллион на этот номер. Сегодня люди издеваются. Просто. Срочные новости. Тамбовская киностудия увеличивает грант до миллиона. Значит так, встречаются четыре ведущих новостей и отправляются на поиск... Ваша вирусная база обновлена. Но вирусы не дремлют. Они хотят нанести ответный удар. Да откуда вы только берётесь-то? Так надо проветриться. Ур-ур-ур-урал. Поздний вечер. Наталья сидела одна у камина. Ну, есть ещё такая идея. Значит, подождите, я всё придумал. Опять вы? Значит, смотрите. Главный герой каждое 31 декабря ходит с мужиками в баню. Его там путают. Он летит на собрать в Питер. Вы в своём уме? Такой фильм уже сняли. Вы идиот. Нет, я сын министра культуры. Так и сняли фильм «Ирония судьбы». Продолжение. Друзья, и в заключении. Что бы ни происходило, всегда помните, что сценарий своего фильма вы пишите сами. Целый мир в экране телевизора твоего. И даже если стало вокруг темно, Не забывай, что жизнь твоя, как в кино. Что ты и звезда, и жизнь одна. Ты из одна гостиничного номера своего. Я телевизор выкинул на авто. Я телевизор выкинул на авто.